всем привет народ с вами варчик и в этом видео хочу вам рассказать про то что колесная техника все-таки появится на общем тесте 14 который будет в январе и на нем мы будем все тестировать эти замечательные очень необходимые в игре колесные тунчики и так что же изменилось после такого теста который был в рандоме для избранных избранные на тестировали и после этого колесному танку поправили следующие параметры вкратце мощность двигателя увеличена на 5 процентов увеличена эффективность торможения смена режимов теперь занимает 0,1 секунду они 0,2 апнута мобильность и маневренность машины с поврежденными колесами увеличена маневренность в режиме движения на низких скоростях перезарядка кассеты апнута с 10 и 3 десятых до 9,5 секунд что из этого следует что танчик выпустили заранее слабый я об этом говорил что он будет слабый они его выпустили слабый и немножко решили его подкрутить поскольку если бы его выпустили сильным а потом нерфили это было бы более болезненно для игроков в плане восприятия чем когда они выпускают слабый танк а потом апают уже не один раз разработчики рассказывали как они тестируют танки как они их балансят они делают сначала машину слишком сильной либо слишком слабой потом они ищут какое-то среднее значение и принципе потом вот чуть-чуть подправляют и готова в релиз все в принципе тут тоже самое выпустили слабый танк потом подкрутили ему циферок на тесте еще потестируют может какую-то циферку еще чуть-чуть подправят и все тоже в релиз в принципе все идет по плану речь даже не могла идти о том чтобы этот танк а точнее целую ветку и новый геймплей колесных танков не ввести в игру это сто процентов ввели бы потому что она уже готовая прям танк сделанный все в релиз бабки скоро посыпятся снова то что там игрокам нравится не нравится хотят они или не хотят разработчики всегда следуют по своему плану то что игроки там плачут что-то нравится что-то не нравится что они хотят чтобы что-то исправили в игре такого никогда не будет разработчики исправляют только то что приводит полной поломки какой-либо вещи в игре допустим балансировщик почему они исправляют потому что прям танки 8 уровня всегда играет внизу списка они конечно по инерции дальше их продают но сейчас играть на них то еще удовольствие арта они ее тоже якобы фиксили для того чтобы уменьшить токсичность но на самом деле они ее переделали для того чтобы арта легче наносила стабильный урон там конечно нету с одного выстрела соплей на весь экран в виде ваншота но зато теперь арта стабильно наносит урон и увидеть арту в топе по урону довольно таки легко также еще зачем ввели японских тяжей с фугасницей потому что слабые игроки поломались от людей которые играют хорошо на голде вот они ввели японские тяжи чтобы починить слабых игроков казалось бы это очень дурацкое вообще словосочетание починить игроков но посмотрите любого слабого игрока статистику на японских тяжах она в разы выше чем на остальных танках они не то что починили они апнули слабых игроков просто максимально сядь на алкаша и ты будешь просто богом игры и так этим всем они занимаются только когда оно поломалось они начинают этим заниматься если что-то не поломалось значит она нафиг не надо а то что игроки там что-то плачут чем что-то нравится что-то не нравится там надо убрать урон по союзникам какие-то там доработать прицелы еще что-то да пусть дальше плачет вон они добавили для украшения танков декали казалось бы классная вещь офигенно добавили те же самые картинки что были в эмблемках только теперь они побольше написали декальками слово лох и просто в релиз казалось бы ну ладно есть и есть а благодаря этим декалькам можно зайти в укреп район стать в очередь и просто сидеть их перетыкивать эти декальки снять одеть и весь укреп район просто зависнет хуям и это дерьмо уже оказывается полгода в игре есть я не так давно вступил в клан чуть-чуть нам поиграл боже как эти укрепы лагают то зависла то выкинула то не входит на сервер это просто пиздец люди сидят там декальки отдел снял отдел снял а там все глючит лагает зависает это просто забей но она же не поломалась люди как-то там находятся тайпи хуй полгода прицел скачет по рельефу ну стрелять же можно пи хуй в релиз колесные танки не нужны в рандоме потому что еще больше будет дурбо сливов не из-за того что они имбовые из-за того что они просто будут умирать в ноль они очень бесполезные ненужные вообще на большинстве карт красные киборги на них будут просто разбиваться в нули ну осветить они ничего не будут потому что они мало того что не знают куда ехать так там еще и обзора нет и хуй в релиз потому что прям танк уже готов единственное что они время от времени добавляют в игру это уже готовые моды которые сделали мододелы просто добавляют в игру слегка изменяя под себя если что-то не нравится все пять лет они переводили квадрат в круг это просто начало какого-то сверх нового боевика от создателей круга из квадрата очередной раз жду 23 февраля там где они вызовут топовых вододелов чтобы очередной раз показать им что топовые вододелы вообще ничего не решают сколько лет они там уже собираются и одни и те же вопросы им задают на которые получат одни и те же ответы перки мы начнем тестировать через год тестирование займет 1053 года в этом году мы потестируем скрывание ника и убирание урона от союзников может быть если 33 планеты в ряд и 69 алкашей в квадрат сойдутся то мы это добавим в релиз когда я начинал играть в картошку в первый же патч мне сказали что на танке добавят навесные всякие обвесики и все будет дрыкаться дергаться двигаться прошло пять лет в этом году по догадкам может быть начнут тестировать двигающиеся декольки на танчики или нет кстати почему они добавили новый движок в игру с новой графикой это же тоже можно считать что поломанная игра была бы если бы не сделали представляете ту графику в 2019 году вы представляете как детишки в 2019 году играют в ту пластмассовую старую графику старые дядьки бы играли потому что им нормально глаза не вытекали была приятная графика хоть и мало текстурок всяких мало полигончиков зато теперь глаза в кровь пена сорта текстурки на текстурках ничего не видно ты в этом болоте текстур просто разребаешь их руками чтоб увидеть хоть полметра перед собой зато красота и так мы здесь собрались для того чтобы поговорить про колесные танки ну чё их апнуть чуть-чуть если на них до этого всерались даже топовые статисты еле-еле то теперь они будут все равно всераться на них потому что ну чуть чуть апнули пару циферок и чё карты от этого более играбельными для колесных танков не стали размер у них не уменьшился в них как попадали так и будут попадать барабан как был слабенький так и будет у венов никаких там не верхний вниз ничего не добавили ну да будет по маневрен и быстрее пукать быстрее ездить только куда на этих картах ехать я не знаю с вами был варчик играть красиво пока а а а а